Здравствуйте! Это программа «Фактор здравого смысла», и я ее автор и ведущий, журналист Игорь Альтер. Почему пустеет при Ангаре? Вопрос, поверьте мне, непраздный. Почему молодежь, сказавшую Иркутску последнее «Прости, прощай», покидает родные пенаты? Почему под крылом самолета уже давно не поет «Зеленое море тайги»? Да потому что самолеты с молодежью все больше в последние годы летят на Запад в поисках лучшей доли. Так чем же наш регион не устраивает молодежь? Отсутствием интересной работы, проседающим школьным и высшим образованием, зарплатами, зачастую мало чем отличающимися от пенсии. А случается и ниже их. Почему социальный климат, богатого природными ресурсами региона, как пасту из тюбика выдавливает молодежь? Об этом я и поговорю сейчас с доктором философских наук, профессором, зав. кафедрой социологии и психологии Ирниту Еленой Струк. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 8-800-302-15-50. Я еще раз повторю. 8-800-302-15-50. Звоните. Здравствуйте, Елена Николаевна. Добрый вечер. Очень рад, что мы спустя 157 лет встретились снова в эфире. Вот у проблемы, которую мы с вами сейчас начнем, выражаясь медицинским языком, препарировать, уже есть своя, я бы сказал, очень тревожная история. Мозги покидают Сибирь. И этот процесс, ну, с моей точки зрения, можно определить как портрет явления сегодняшней сибирской действительности. Ведь что получается? Выходит, там, где родился, там не пригодился. Но, с другой стороны, вот, обратная сторона медали. А что порочного в желании юноши или девушки максимально реализовать себя там, где для этого предоставляется несоизмеримо больше возможностей? Пожалуйста. Конечно, проблема не нова и, в общем, появилась не сегодня. И достаточно вообще иркутские ученые и в университетах, и в Академии наук, и, например, в нашем ВУЗе в рамках сессии Сколкова обсуждался этот вопрос. То есть, обсуждается он довольно давно, потому что с 1995 года мы наблюдаем устойчивый миграционный отток населения из нашего региона. Если в Сибирь когда-то ехали, как вы красиво здесь за романтикой живописали, то сегодня едут за романтикой, но уже в Европу. То есть, такой европейский дрейф. Сегодня за прагматикой больше едут. Да, ну или за прагматикой. Но если мы говорим о самореализации, о мечтах, о том, что ты будешь знаменитым, богатым и так далее, то, в общем, это некие романтические иллюзии, за которыми люди едут в Центральную Россию. Прежде всего, по ряду исследований социологических, из Иркутска, из Иркутской области едут в Санкт-Петербург. То есть, он на первом месте, далее Москва. Даже Москва на втором? Ну, я так думаю, что это связано с тем, что, в общем-то, близость к Европе, близость ко всем благам цивилизации, как у нас принято называть. Но при этом значительно дешевле жизнь в городе, дешевле жилье, оно по стоимости сопоставимо с иркутскими ценами. А Москва, конечно, для большинства просто город. Трудно подъем. Совершенно верно. Поэтому выезжают в Санкт-Петербург, тем более, Санкт-Петербург представляет огромные возможности в плане трудоустройства, получения образования для сибирских выпускников школ, для выпускников вузов. Нужно сказать, что, в общем-то, я думаю, вопрос у вас поставлен так интересно, не пригодился у себя. То есть, где родился, там не пригодился. Да, вот понимаете, вот это я впервые обратил внимание. Обычно мы говорим, там, где родился, там и пригодился. А у нас получается, вот с этой ситуацией, которую мы с вами сейчас препарируем, что там, где родился, там не пригодился. Это же не то, что один, два, три тысячи не пригодились. Вот в чем тревога. Да, то есть проблема достаточно серьезная, потому что, если мы возьмем статистику с 1998 года, то практически мы потеряли больше 200 тысяч молодых людей в нашем регионе. То есть, когда-то они составляли в демографической составляющей населения 25%, то есть я имею в виду, вот как раз 28-го года. А сейчас, ну, все-таки Иркстат дает 21 и чуть-чуть побольше. Ну, статисты, когда мы капризны, мы это знаем по экономическим показателям. Да, с 2011 года несколько изменились показатели статистические, и, в общем, там, конечно, можно об этом говорить. Но, да, упало количество молодежи, в общем числе населения Иркутска и Иркутской области. При этом я посмотрела, что наблюдается тенденция, если раньше ехали в Иркутск, и Иркутск, в общем-то, демографический прирост, вот этот миграционный у него был в плюсе, то сегодня он все больше и больше снижается. Ну да. То есть, по-видимому, ресурс вот такой внутри региональной миграции начинает исчерпываться. Совершенно верно. То есть, север, фактически, все, кто мог уже, видимо. Но вреден север для меня. Выехали, и самое интересное, прирастает населением Иркутский район. То есть, люди бегут уже из Иркутска в такие сельские поселения. То есть, у нас размываются и границы самого города Иркутска. Понятно. Вот анализ Иркутска-стата показывает, что многие студенты выбирают для получения образования не иркутские вузы. Причем, посмотрите, какая любопытная картина. Вот вы мне интересную вещь открыли, что на первом месте Питер, объяснили почему. Но раньше уезжали, ну, в Питер, Москва, чуть позднее Новосибирск. А нынче и Красноярск устраивает. Туда тоже много народу едет. И если 12 лет тому назад ЕГЭ только вводили, и отрицательный баланс приехавших и уехавших абитуриентов составлял, это анализ Иркутска-стата, 427 человек всего, то сегодня уже несколько тысяч. Так чем же так провинились, в кавычках, иркутские вузы перед нашей молодежью, что она все чаще стала их избегать? Вот тут еще очень важно, вот эта вот цифра, что я говорил, не забывать, что доля населения молодых жителей от 15 до 30 лет, вот, в нашей области по Иркутск статус составляет 19%. Пожалуйста. А, потому что 14. Да. Вообще молодежь 14 лет до 30. Вот этот 1% и потеря. Все, понятно. На 14 лет. Ну, миграция вообще это естественный процесс, и в современном мире он такой естественной составляющей процесса в социальной трансформации. Не для кого не секрет, что смена технологического уклада, сейчас переход, весь мир переходит на шестой технологический уклад, происходит быстрее всего в мегаполисах и больших городах. Единственный мегаполис у нас в стране – это Москва. На территории больше говорят о шестом варианте. Конечно. И вот здесь действительно произошла довольно страшная, на мой взгляд, ситуация в Иркутске, когда, во-первых, количество вузов сокращалось, во-вторых, вузы теряли филиалы при проведении различного рода реформ, а затем иркутские вузы действительно не смогли сориентироваться в вот этом новом переходе к новому технологическому укладу. К сожалению, нужно сказать, что здесь проблема еще вот такая разобщенность. Когда-то мы говорили об разобщенности бизнес-сообщества в Иркутске, такая же разобщенность в общем и в образовательном сообществе тоже есть. Вузы Иркутска не смогли, не захотели объединиться в свое время, федеральный университет, выступить единым фронтом с этой программой. Да, и в Красноярске это проходило крайне болезненно. Был задействован весь ресурс административный, вузы не хотели объединяться. Но сегодня оказалось, что как магнитом федеральные университеты притягивают деньги, и, естественно, это позволило им обновить и базу свою учебную, и построить новые корпусы общежитий и так далее, и так далее. Поэтому они стали очень привлекательными. Федеральные вузы. Федеральные вузы. У нас ближайший федеральный университет в Красноярске и в Якутске. То есть, соответственно, Якутия была крупнейшим поставщиком студентов в Иркутск. Бурятия крупнейшим поставщиком студентов в Иркутск. Забайкалье. А теперь мы видим Дальневосточный федеральный университет. И вот эти вот три федеральных университета, они оттягивают очень хорошо эти ресурсы. В Иркутске образование ничуть не хуже, даже, может быть, и лучше, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. Оно не хуже. Но, к сожалению, у нас нет рынка труда для выпускников вузов. И не секрет, что вузы не создают рабочие места в том объеме, в котором выпускают выпускников. Понятно. Но, понимаете, какая штука. Все-таки в мегаполисах, как вы сказали, есть вузы, ну давайте назовем их высшей пробой, их немного. Ну, берем Москва. Там есть по направлениям, там, в экономике, два-три замечательных высших учебных заведения. Возьмем Бауманку. То есть в любом направлении мы наберем какие-то действительно высокого ранга вузы. А мы у нас в Иркутске, ну, я не знаю, если верить рекламе, то у нас вузы сильнее всех. Вот я недавно, несколько месяцев тому назад, включил телевизор, вижу, идет реклама. Иркутский государственный университет, наука мирового уровня. Я, будучи профаном, подумал, хорошо, а Оксфорд, это Сорбонна, а Массачусетский, это вот какой уровень? Чего люди-то бегут, да, у нас наука мирового уровня? Вы понимаете, вот когда наука, с моей точки зрения, Лена Николаевна, это не тот товар, который можно рекламировать, как колбасу. Вот эта колбаса сделана из чистого мяса. Допустим, вот есть такие рекламы. Она, мы сами знаем из чего и как ее делают. Когда начинают люди рекламировать науку, вот, то существует здесь проблема. И проблема вот в чем. Вот климат бывает разный. Бывает социальный, бывает психологический. Вот мне думается, что, не знаю, как вы считаете, 60-е, 70-е, в фундамент психологии сибирского климата был заложен в вектор созидания. На глазах росли такие, ну, гиганты отечественной индустрии, как Братская ГЭС, Братский ЛПК, Братский и Шеликовский алюминиевые заводы, куда тысячами приезжали. И сотни разнопрофильных мощных предприятий требовали тысячи квалифицированных рабочих рук. И разнокалиберных специалистов инженерно-технического профиля. Я, подчеркиваю, самое главное, Сибирь звала делом, предлагала перспективу, реализацию желанной карьеры, платила приличную зарплату, что очень важно, и даже, что по нынешним временам невероятно, обеспечила, мы с вами знаем, жильем. Вот этот поезд со вчерашними романтиками, вместе с надеждами на светлое будущее, давно уже отошел от сибирской платформы. Вопрос, вернется ли я о том, что пасту в тюбик практически невозможно вернуть. Вот теперь подробнее. Как же быть? Совершенно согласна с вами, что да, Сибирь осваивалась некими такими мегапроектами. Когда создавались условия, чтобы люди ехали в Сибирь, что Столыпинская реформа, что строительство Транссиба, что освоение Сибири и превращение его в промышленную, развитую область страны. Это были мегапроекты, которые реализовывались посредством всей страны. Вот я специально Воронежскую область взяла, примерно по численности она соотносится с нашей областью. Примерно, да. Да, и вот они там сетовали, что до 90-х годов, до середины 90-х годов из Воронежа постоянно уезжали. Уезжали в Сибирь на сибирские стройки. А сейчас наблюдается другой отток. То есть две трети мигрантов в Воронежскую область – это сибиряки и жители Дальнего Востока. То есть, по сути, идет обратный отток. Потому что мегапроектов в Сибири никаких нет. Освоение Арктики, но освоение Арктики идет помимо Сибири. То есть нам достается небольшой какой-то процент. Да, мы… Есть проекты, запущенные уже освоение Байкала, Амурской магистрали. То есть строительство ее, расширение и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это проекты, которые на сегодняшний день технологически, они не требуют огромного количества людей. То есть они не настолько востребован народ. Да, вот недавно, в 2017 году, вдруг Иркутск стал столицей майнинга. То есть криптовалюты, у нас оказалась дешевая энергия. Но там тоже это единицы этим могут заниматься. Этим не может заниматься полстраны. Соответственно, сегодня вот этот технологический прогресс, он не дает масштабных проектов, где бы было задействовано много людей. Это проблема для нас. При этом жить хорошо можно и в другом климате, как вы говорите. У нас действительно разница дневных и ночных температур иногда составляет 70 градусов. То есть минус 35, плюс 35. То есть в данном случае вот эти вот… У нас крайний климат достаточно тяжелый. Очень тяжелый. И людям проще ехать туда, где климат получше. Краснодар? Краснодар. Ну, Краснодар – это обычно у нас такой пенсионный дрейф. А все-таки молодежь дрейфует в города, где жизнь, где… Они могут заработать такие же деньги, как в Иркутске, даже больше. Больше, конечно. Больше. При этом, к сожалению, иркутские вузы, они, точнее, к счастью, выпускают замечательных специалистов. А куда пойти? Я специально проанализировала объявления на различных сайтах. В частности, то, что предоставляет вакансии наша официальная служба занятости. И различные сайты, какие требуются, востребованы специалисты в Иркутске. Нашла две вакансии специалиста без опыта работы с высшим образованием в Карелии. В Иркутске везде минимум год опыт работы, даже для продавца. В основном, очень редко можно увидеть, требуется высшее образование. В основном, это среднее специальное образование. Вакансии – это рабочие, это сфера услуг. То есть, получается, что у нас невозможно устроиться выпускнику вуза. То есть, он вынужден выезжать. То есть, не он сам выдавливается из этого тюбика, а по сути, он выдавливает. Среда его выдавливает. Я понимаю. А потом посмотрите, Валерия Николаевна. Цифра официальная. Вы сказали, с 90-х годов, с 98-го по сегодняшний 200 тысяч. Я вам скажу, с 2011 по 2017 годы при Ангаре покинули 100 тысяч жителей. Как официально сообщает газета «Аргументы и ПАД». Молодежь, молодежь. Это, кстати, молодежь. И это, кстати, больше, чем живет в Устилимске сегодня. То есть, практически один в Устилимске уехал. Вот при таком оттоке населения, какие последствия ожидают Иркутскую область? Ну, когда-то прочитала в журнале «Человек и труд». Такой замечательный проект одного московского бизнесмена. Он предлагал перевезти всех жителей Сибири обратно за Урал и осваивать Сибирь вахтовым методом. Ну, можно, в принципе. Такой вариант. Есть вариант Мадлен Олбрейб со Збигневым-Жизинским, когда Сибирь – это достояние всего мира. И осваивают его вахтовым методом все страны мира. Ну, или кому что досталось. Можно, конечно, продать пока в цене, в какой-нибудь другой стране. Но можно все-таки попытаться что-то сделать в Сибири. Вот последний вариант. Как бы это реализовать? Не знаю, как это реализовать. Но, тем не менее, по сути, здесь инфраструктура. Она уже есть. И есть люди, но, к сожалению, пока они перспективы многие не видят. Молодежь, она самая мобильная. У нее пока еще она не зацепилась корнями очень сильно. Поэтому она может уехать. Мы здесь уже приросли корнями. Соответственно, нам сложно, нам тяжело. Тут могилы предков, тут у нас друзья, тут нам хорошо. В общем, Иркутск – прекрасный город для жизни, если разобраться. Я с вами тут полностью согласен. Более того, я даже скажу, что когда от добра добра не ищут. Я сейчас о молодежи говорю. Я говорю о тех, кто уезжает. Вот поступать в вузы, вообще молодое население. Мне кажется, если бы у них были возможности для полноформатной реализации, этот отток, он бы, наверное, все равно был. Но не в таких пугающих цифровых выражениях. Вот, посмотрите, я хочу вас спросить. В последние, ну, 5-10 лет возьмем такую дистанцию. Вот на этой дистанции. Вы видите хотя бы какие-то ростки перспективы, связанные с возвращением молодежи в наш регион после окончания вузов на Западе? А может быть, в этом промежутке времени вы заметили некоторые факторы, ну, способные предотвратить массовый отъезд нашей молодежи для поступления в вузы других городов? Пожалуйста. Ну, я так думаю, что если мы посмотрим, проанализируем статистику, то ничего мы не найдем, чтобы говорило о том, что кто-то возвращается, особенно после окончания вузов. В большинстве своем возвращаются люди, которые не смогли устроиться в других регионах, либо по каким-то причинам, ну, например, в Санкт-Петербурге тоже достаточно сложный климат, не смогли там жить. Часто бывает так, что возвращаются к родителям. Бывает, но есть, да, некоторые родственники есть. Вот, например, программа о формировании комфортной городской среды. То есть эта программа, по сути, она у нас, да, несколько может быть однобока, пока реализуется, превратилось в благоустройство такое, чтобы чистенько, красиво и удобно было. А ведь формирование комфортной городской среды – это и больницы, это и школы, это и инфраструктура, это и дороги, это и городской транспорт. Кстати говоря, удивительным образом, но фактически, если вы в интернете посмотрите про городской транспорт, люди к нему, кроме претензий, что это развалюхи, больше претензий не имеют. То есть городской транспорт у нас, пожалуйста, доставляет людей вовремя, ходит, периодичность его достаточно хорошая. То есть вот это вот формирование городской среды, оно позволяет сделать жизнь человека комфортной. Шестой технологический уклад, по сути, это виртуальная реальность. То есть можно заниматься… Для провинции. Ну, почему для провинции? То есть, в принципе, можно работать и в удаленном доступе. Для этого необязательно переезжать в центральные регионы. То есть я думаю, что возможно, если мы создадим вот эту среду комфортной, комфортной для проживания, а шестой технологический уклад и все-таки докатится волнами до нас, может, раз столица майнинга, то он уже докатился, в принципе, то вот я думаю, это, возможно, затормозит. Вы упомянули в ответе развалюхи. Так вот, по развалюхам наш регион на шестом месте, самом последнем стоит. То есть с обратной стороны у нас развалюх огромное количество в масштабах России. Вот наша регион входит в шестерку самых последних, где ничего с развалюхами по намеченным планам не успевают. Вот мне так кажется, что создание комфортной среды, вот развалюхи для создания комфортной среды имеют огромное значение. Потому что когда люди оценивают, в каком городе мы живем, все те, кто к нам приезжает, разнокалиберная публика, мы с вами сами, когда идем по центру и смотрим домишко в самом центре города, уже почти упал, некому бульдозер подогнать и так далее. И вот это вот мы во времени опаздываем. 21 век на дворе, и вот по многим вещам в части создания комфортной среды, слава богу, не по всем, но во времени мы запаздываем. Вот об этом вы поговорили. Ну, безусловно, вот некое запоздание такое у нас есть. Хотя очень часто, если приезжаешь, например, в центральные регионы, ну, кроме, конечно, Москвы, Санкт-Петербурга, то есть, допустим, Тамбов, Тамбовская область, ну, и там центральная Россия, ну, Иркутск, это просто какая-то столица со столичным лоском, с определенным уровнем жизни и так далее. То есть, вот Москва и Санкт-Петербург, они прямо высасывают пылесосом из этих регионов, да, очень многое. У нас все-таки люди задерживаются еще потому, что далеко. А, кстати, вот с этой проблемой молодежной миграции сталкиваются все регионы России. Все. Недавно были проведены исследования, и Рамиль проводил, и в ЦИО мы исследования проводили, куда, в общем, молодежь-то у нас хочет ехать. Вообще около 30% желает выехать. Да. За пределы России. И тут никуда не денется. Да, в России. То есть, мы наблюдаем вот эти вот миграционные, миграционные, потому что, ну, если мы возьмем с вами открытое общество, то одной из главных характеристик является пути миграции, свобода миграции, что человек может свободно переезжать. Это абсолютно нормально. Поэтому, может быть, нам и не стоит задерживать молодежь. Может быть, но есть факторы, которые задерживают развитие. Вот один из них – это развалюхи. Они действительно в какой-то степени влияют на нормальное развитие. Ну, скажем, архитектурной среды, там, городской, комфортной и так далее. Но я вот полагаю, что и вы обратили внимание на то обстоятельство, что начало серьезному оттоку населения из Иркутской области положили не будущие абитуриенты, а молодые специалисты. Да. С высшим или средним образованием как раз отчаявшиеся найти себе интересную работу по специальности. Вот такси «Максим» не смогло и, слава богу, удовлетворить запросы всех безработных. Отсюда у меня вопрос. Региональные рынки занятостей, при всей их схожести, тем не менее, вероятно, носят черты какой-то особой индивидуальности, стимулирующей все-таки отток, ну, как юных абитуриентов, так и молодежь в целом. Вот мне кажется, у нас такое сырьевое проклятие, которое давлеет над нашей областью. Вот тут точно. То есть, ну, даже над нашей страной, если хотите. Я специально посмотрела, самая высокооплачиваемая профессия в Соединенных Штатах и Европе – врач. Угу. Самая высокооплачиваемая профессия в России – сотрудник нефтедобывающей компании. Ну да. То есть, вот они, сразу понятно, чем занимается страна, по сути. То есть, одни услуга, межстотехнологический уклад, а другие занимаются добычей ископаемых. Разумеется, что вот рынок труда, на мой взгляд, у нас не заточен под молодежь. Вот то, о чем я вам говорила. Требуется опыт работы. Но где человек наберет опыт работы, если он учится в УЗИ? Если он не требуется. Да. То есть, в принципе, действительно, его нет какого-то вот этого регионального рынка рабочих мест для людей с высшим образованием. Да, да. Локально направлено. И при этом, на мой взгляд, очень серьезная проблема, что молодежь с высшим образованием, она вымывается из региона и замещается тоже молодежью. Но замещается молодежью либо без образования. Другого качества. Другого качества. Совершенно верно. Сегодня, вот мы крутимся вокруг этого вопроса, что сегодня, по сути, конкуренция за лучшую молодежь, если так можно сказать, она идет во всем мире, идет и в нашей стране. То есть, действительно, причем конкуренция стала уже достаточно агрессивной. Когда просто агрессивная такая политика заманивания молодежи, прямо, я знаю, что санкт-петербургские вузы, они приезжают прямо в лицей города Иркутска и прямо приглашают, отбирают и так далее. То есть, разумеется, что они предлагают программы сотрудничества с другими европейскими вузами. Не предлагают условия. Конечно. На самом деле, не всегда там все так красиво и хорошо, как они говорят. Но, тем не менее... Механизмы предложения функционируют. Наши вузы, к сожалению, не могут оплатить человеку поездку куда-то очень далеко. Это стоимость очень высока. Понятно. Прежде всего, это логистика. Мы находимся крайне неудачно в этом смысле. Иркутск. Вот такое географическое проклятие еще существует. Везде далеко. Конец географии? Ну, теперь, да, вот еще мы и конец федерального округа. Ну да. А вот, вообще-то, вот же еще что, что аксиомой, стопроцентной аксиомой является и тот факт, что в поисках лучшей доли из приангария-то уезжает большая частью, я подчеркну, это активная молодежь. А сам этот факт в приложении к отдельно взятым лицам, возможно, и не должен вызывать особой тревоги. В конце концов, каждый имеет право на собственный выбор. Но эта тревога особо начинает чувствоваться, когда думаешь о развитии Иркутской области в целом. Массовый отъезд молодых реально обрезает крылья этому развитию. Вот вы заметили какие-то реальные подвижки со стороны власти, способные хотя бы, если не прекратить, то хотя бы существенно сократить отток молодых? Да, безусловно. Нужно сказать, что в Иркутской области и в городе Иркутске, вообще и правительство Иркутской области, и мэрия активно занимаются молодежью. Есть специальные подразделения, приняты различного рода программы. Все они замечательные, прекрасные, и все в них правильно написано. Да, все в программах принятия, никаких проблем. Занимаются этим и вузы, занимаются школы. Проходит масса событий. То есть очень часто можно услышать, что в Иркутске неинтересно. Событийность в Иркутске достаточно высока. Особенно молодежная событийность. Есть, я тоже считаю, что есть. При этом, на мой взгляд, проблема в том, что событийность это среди организованной молодежи. То есть это молодежь, которая в учебных заведениях. То есть это школы, это вузы. Вот там событийность крайне высока. Вот зайдешь, например, к нам в технический университет, там постоянно что-то вертится, крутится, что-то происходит. У меня такое ощущение, что наш вуз работает уже круглосуточно. То есть там и вечером полным-полно народу. Они и пляшут, и поют, и какими-то научными исследованиями занимаются. Чем только не занимаются. То же самое происходит и в других вузах. То есть там и театры, там и что только не делают. А народ-то уезжает. Да. Иркутск студенческим городом объявлен. То есть разрабатывается эта программа. Волонтерское движение развивается. То есть человеку, помимо учебы молодому, заняться есть чем. Предоставляется масса возможностей. Чтобы ему заняться было тем, ему как минимум нужно остаться. Да. Но я имею в виду, когда он учится. Ну да. Тогда он постоянно занят. Он где-то еще. Я вот, честно говоря, вижу, конечно, проблему со спортивными. Со спортом у нас. Вот там, да. Сокращение спортивных площадок, сооружений. Сейчас все вот в рамках комфортной среды посмотрела, специально проанализировала. Масса восстановления кортов, спортивных площадок. Очень хорошо. Но, увы, как только молодежь уходит из вот этой организованной среды, из школы и из вуза, она почему-то в этой событийности практически не участвует. А вот тут давайте я вас хочу спросить. У нас минут 6-7 осталось, еще три вопроса есть. У вас нет, так будем кратче сейчас, у вас нет ощущения, что по многим позициям мы проиграли конкуренцию другим регионам? Например, в образовании, в молодежном рынке труда. Да, есть. Есть такое ощущение, да? То есть это, безусловно, да. Вот, потому что у нас фактически... Ну, мы, может быть, не проиграли, но мы запаздываем, опаздываем. Ну, опять опаздываем. Вот, допустим, так. Сегодня, кстати, опоздание смерти подобно. То есть нужно бежать нам не в два уже раза быстрее, чем остальные, а в три. Правильно, это сегодня, а завтра в пять. А завтра в пять. Понятно. А вот, смотрите, это верно, что появились данные о том, как будто в ближайшие 10 лет больше половины профессии отомрет. И тут более чем ясно, невольно возникает истинно нашинский, русский вопрос. Что делать-то? Ну, вот, атлас профессий, который разработала школа Сколково, по их данным, в течение буквально 10 лет, 57 профессий отомрет. 57? 57. В течение 10 лет. Да, а 186 появится. Понятно. То есть, в принципе, будут появляться новые профессии, хуже всех будет тем, кто работает с базовыми данных, там, документоведы различного рода, риэлторы и так далее. То есть все это, возможно, перейдет просто в цифру, и люди сами будут все это делать. Понятно. Но, честно вам скажу, никто точно вам не сможет сказать, ни один футуролог, что же будет дальше. Поэтому, конечно, этим можно пользоваться, это можно брать за основу, но, тем не менее, все может измениться в одной части. В мире такого бывало. Это бывало, и... Ну, в общем, об этом даже страшно подумать, я имею в виду, в какую сторону может измениться. Да. А вот посмотрите, вот мне кажется, что переход на подушевое финансирование в вузах полностью уничтожил качественный отбор. Вот хочу понять, а мы-то какую пользу от этого получили? Ну, подушевое финансирование в вузах, наверное, может быть, к нему и нужно было переходить. Это некий такой отбор вузов. То есть если больше народу идет в вуз, значит, вуз чем-то привлекает. Он престижный, условно скажем. Соответственно, пускай он больше финансируется, лучше развивается и будет дальше более престижный. А если в вуз люди не идут, ну, соответственно, он рано или поздно либо сам погибнет, либо мы туда будем вкладывать помидор. Либо ему помогут. Да. Ну, а ЕГЭ, как таковое, оно как раз открыло двери центральных вузов. И наша власть на самом высоком уровне считает это достижением, когда из регионов ребята едут в центральные вузы. Способные ребята. Да. Но это и действительно так. Да, то есть это вот считается достижением и, в общем, как последние шаги власти, которые принесли результат. Ну, это действительно, что у нас человек может попасть из глубокой-глубокой-глубокой, ну, такой провинции, из самого дальнего района. Да, может, это и неплохо, в общем-то, повариться в другой жизни. Да. Ну, вот, если раньше решался вопрос очень просто распределением в советское время, они возвращались. Ну, да. В регионы, то сейчас... Сейчас пытаются зацепиться. Сейчас регион должен каким-то образом сделать так, чтобы стать привлекательным для специалистов. А это намного сложнее. Конечно, это сложнее. Это намного сложнее, да. А вот у меня один вопрос, последний остался. Вот на сегодняшний день, ну, мне кажется, остановлены региональные лифты. Вверх ползут только федеральные. А может, именно в эту планку упирается стремление молодежи двигаться наверх? Сейчас ведь мегаполисы преимущественно остаются городами возможностей. А их-то раз-два и обчелся. Один. В России. В России. Ну, может быть, там еще можно сказать. У нас города-миллионники еще. Ну, да. А вот не кажется ли вам, что вот до тех пор, пока существует вот этот один мегаполис, о котором вы говорите, и глубокая провинция, с другой стороны, отток молодого населения из нее невозможно остановить? Кстати, нужно ли его останавливать? У вас две минуты меньше. Да, возможно. Нужно создать привлекательные условия. Принудительно мы ничего не остановим. То, что, конечно, нужно стимулировать вот этот рост развития региона, и молодежь его только может сделать, только вывести вперед может молодежь. Поэтому нужно создавать условия, нужно привлекать молодежь. А чтобы она его вывела вперед, ей как минимум надо здесь остаться? Ну. Один вариант, и вернуться с дипломом второй вариант. Президент сказал, что повышение уровня жизни сибирских регионов задача одна из наиважнейших. Сказал. Поэтому, думаю, что власть обратила на это внимание, возможно, подвижки будут серьезные. Мне больше нравится, должны быть подвижки по любому образу, в любом варианте, но, как говорится, время покажет. Вот так мы с вами поговорили на очень серьезную, с другой стороны, очень чекотливую тему. Я думаю, она не одна, и был бы рад с вами встречаться по поводу таких тем. Всего вам доброго. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok